приветствую так вторая часть мой банк блинчик будет у меня с гущёнкой кофе капучино ниже смотрим рассказываю про крем-спрей мой новый который заказала и собственно можно сказать все равно разочарованные опять же вот запах ты все равно не химозный более натуральный да и состав тоже может быть и не должно быть дикого блеска и так сегодня хочу прыгать поговорить про пластик я вас не призываю сейчас пойти все выбросить не в принципе так и сделаю есть пластик перекочу на даче ну то есть где мы временно что-то в общем использовать не постоянно и так ну вот к примеру зачем еще сегодня поеду я я приобрету бутылку для питья на работу из стекла то есть я люблю оставившую кипяченую водичку пить течение дня на зимой конечно не так когда жарко вот допустим в теплое время чаще пьем смысле пьем на вся семья приучена пить воду не кипяченую потому что мы покупаем конечно бутылированную воду но в основном пьем кипяченую смысле его пьем сырую обычно мы кипятим пропускаем через фильтр и кипятим у нас принципе но не сказать что прям махте вода но сносная и так почему бутылочка вот именно я вас призываю бутылочки под воду вот именно если есть возможность уже на работе поставите где-то у себя на столе вы же не будет таскать то есть пластик использовать просто тут когда перетащить от места к месту но я вот помню моя мама брала водичку на пляж в баночке с крышечкой кипяченую или куда-то там не знаю на дачу в сад да почему именно вода бутылка вот эта пластиковая с водой особенно не оставляйте эти бутылки в машине в жару если вы оставите там выделяется вещество которое вызывает рак вообще весь пластик вызывает рак именно открытая бутылка на уже так выделяет вещество какое-то на следующий день то есть вот вы ее открыли вот эти сутки выпили и все повторно использовать нельзя но что особо опасно это когда эта бутылка нагревается на солнышке поэтому нас кабинете довольно таки жарко тоже и солнце попадает и даже если на ваш стол не светит солнце все равно солнце попадает а машину тем более там попадает солнце но даже если она затонированная немного все равно проникает так что очень осторожно вот эта стеклянная бутылочка то есть я в пластиковый могу и принести купить там воду или просто из дома принести у нас тоже не очень вода такая с известью на работе тоже не очень конечно уважаю известняковая вода вызывает камни везде в частности у меня они были в желчном и так и вот эта водичка будет в этой стеклянной баночке стоять там какую-то крышечку такое все равно с крышечкой это все будет можно ведь купить из-под любого сока бывают вот тыквенный какой-то дорогой другой соку баночках таких побольше стеклянных все но если для общего пользования много нужно и трехлитровую банку в принципе не и переливать в общем выбор за вами но лучше пластик ограничить все тоже покажу что я использую для рук какой крем для губ и корзинки приобрету тоже покажу все